Фанталь, Монтанзио, Моцарелла. Эстетика и изыск в самих названиях. В субботу в Иванове состоялся первый фестиваль сыра. Пять регионов привезли свой продукт на вкус и суд ивановцев. Местные производители тоже широко представлены. Я считаю, что Ивановская область уже вышла по количеству производителей сыра на тот уровень, когда действительно можно для своих предприятий и для своих хозяйств делать такое мероприятие и приглашать наших соседей. В Ивановской области порядка 20 производителей сыра. У всех разные ассортименты, объемы. На прилавках Риата, например, можно встретить 12 сортов этого молочного продукта собственного приготовления. Как варится лакомство, публики готовы продемонстрировать прямо на улице. В этой 120-литровой машине будущий сыр Качотто. С утра мы приехали, залили молоко, пропастеризовали, его охладили, внесли закваску и сычужный фермент. Сейчас происходит коагуляция. Через 30 минут мы посмотрим, произошла ли у нас коагуляция. Дальше мы будем его разрезать, вымешивать, нагревать до 40 градусов и сливать в формы. Фермер из Юрьевецкого района привез на фестиваль 7 сортов сыра из козьего и коровьего молока. А еще хлеб, домашний и бездрожжевой. Масштабы производства, конечно, небольшие. Зато продукт качественный, приготовленный от души. Мы микробы просто. По сравнению с крупными производителями, я произвожу 10 килограмм в день сыра. Это ничто, конечно. Но, тем не менее, мы этим живем, это наше хозяйство, все свое делаем. Вот мы с этого живем. Пешихонский российский гауда за 300 рублей килограмм сыром называться не может, считают участники фестиваля. Это заведомо продукт некачественный и ненатуральный, с сомнительной пользой для организма. Я думаю, что минимум он должен где-то стоить рублей от 800 рублей. Это будет стопроцентное молоко, невосстановленное, без консервантов, без ничего. Вот, наверное, вот такие вот сыры будут самыми правильными, от них не полнеешь. И отличный вкус, и здоровая пища. Дольше будешь жить. Новая жизнь у сельхозпроизводителей началась с введением против нашей страны санкций и ответом на них контрсанкциями. Олег Сирота открыл свою собственную сыроварню в 2015 году. А уже сегодня его называют главным сыроваром России. После того, как ввели санкции, я понял, что это шанс реализовать мою мечту, построить ферму, сыроварню. Я все продал, все, что у меня было. Квартиру, машину, бизнес. Переехал на поле в палатку с козой, начал строить сыроварню. И прошло три года, и сейчас наша сыроварня встает уже крепко на ноги. И мы даже думаем об экспортом потенциале, чтобы не просто накормить наших соотечественных земляков, а еще экспортировать наши продукты за рубеж. Чтобы нам покорились рынки Берлина, Парижа и Мюнхена. Это моя мечта, и мы к ней идем. Фестиваль сыра у ивановцев вызвал бурный интерес. Десятки горожан уже утром в свой выходной день дегустировали и покупали сыр. А это значит, с мероприятием угадали. И его обязательно повторят. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Субтитры создавал DimaTorzok